Вместе с Дмитрием Овсянниковым мы прошлись по улицам города и посмотрели, что уже сделано и что только предстоит. Первая локация – памятник солдату и матросу. В будущем именно здесь будет сердце культурного пространства Севастополя. Парк от артиллерийской бухты до улицы Катерной, он будет включать не только общедоступные пешие пространства, он будет включать объекты культуры. Это театр барабалета, хореографическое училище, консерваторию, музейный комплекс с защитниками Севастополя 41-43 годов. Новые детские сады – доказательство того, что в городе развивается образовательная инфраструктура. За два года открыли три учреждения. До конца этого года откроют еще один детский сад. И несколько капитально отремонтируют. Большую работу правительство провело и с Министерством обороны. Военное ведомство передало в собственность города 8 детских садов. Была достроена и школа. Первая за 20 с лишним лет. К моменту начала работы Дмитрия Овсянникова она была в числе городских долгостроев. Оживить заброшенную стройку было не самым простым делом. Но губернаторская задача была выполнена. Рецепт простой. Мы зашли на объект, поставили охрану, провели технический аудит того, что там было сделано. То есть отодвинули на второй план наши судебные тяжбы, провели конкурсы и вывели подарочек и достроили. Можно было еще пару лет так стоять. Но было принято решение, что надо двигаться активно. Также сдвинулась с места стройка дома для реабилитированных граждан. Ее завершат уже в обозримом будущем. В больших объемах ремонтируют дороги. Капитально сделали 12 километров. Текущими ремонтами охватили 45 километров дорожного полотна. Расходы на развитие дорог в 2017 году были в 17 раз выше, чем два года назад. Развивается в городе и судостроение. Правительство Севастополя и Рыбинский судостроительный завод «Вымпел» подписали соглашение о сотрудничестве. Мы предоставили целый комплекс долгосрочную аренду, на который в последующие годы будут достраиваться кометы. Компания пошла дальше. Она организовала сообщения между Ялтой и Севастополем и в планах увеличения объемов сотрудничества. Жизнь в Севастополе стала ярче и активнее. Только за прошлый год в городе провели 90 мероприятий. Правительство профинансировало капитальные ремонты в девяти учреждениях культуры. Один из самых масштабных – начало ремонта в музее имени Крошицкого. Уже реконструированы и принимают гостей Малахов курган и Констандиновская батарея. Большие работы идут и в сердце туристического Севастополя. Проект находится в стадии проектирования. Он будет реализован фондом. Земельные участки необходимы для создания дополнительного музейного пространства, переданы от Министерства обороны. Мы со своей стороны будем участвовать в создании инфраструктуры, прежде всего дорог, парковок, для того, чтобы большее количество россиян смогло посетить Херсонанс-Таврический. Правительство делает уверенные шаги навстречу комфортной городской среде. В городе реконструируют общественное пространство и благоустраивают дворы. Расширенное интервью с губернатором Севастополя смотрите в нашем эфире 18 сентября в 19.25. Сразу после вечернего выпуска новостей. Юлия Ефремова, Андрей Тымчук, Анатолий Кукса, Андрей Степанов. Информационный канал Севастополя.